юрий симоненко сборник рассказов варианты будущего рассказ 1 сознательный гражданин здоровая бдительность и тяжелая паранойя суть синонимы андрей круз эпоха мертвых начала очередная чудовищная трагедия произошла во владимирской области в семье муромских зомби-диссидентов вещал с экрана телевизора диктор программы новостей на первом канале отец семейства упорно пренебрегавший общественной безопасностью за что был неоднократно оштрафован внезапно умер от сердечного приступа обратился и напал на жену и детей результат четыре зомби вместо одного во время прибывшие на место происшествия полицейские нейтрализовали восставших но этих жертв можно было бы избежать если бы умершие носили маски как это делает семья ивановых соседи погибших изображение диктора на экране сменилась и теперь на телезрителей внимательно и серьезно смотрели мужчина женщина и девочка подросток лет двенадцати на лицах всех троих были надеты кожаные намордники с остальными решетками напротив ртов голос диктора за кадром продолжал ивановы не пренебрегают общественной безопасностью и никогда не выходят из дома без масок более того они носят маски даже дома наш корреспондент марина булкина сейчас на месте в прямом эфире марина константин в кадре появилась полноватая брюнетка с каре и в стильном наморднике из замысловато переплетенных хромированных прутьев закрывавших нижнюю часть миловидного лица только что я побывала в соседней квартире где сейчас работают полицейские протараторила марина булкина то что я там увидела ужасно мы не можем показывать такое в эфире девушка сделала короткую паузу на миг выразительно изменилась в лице после чего продолжила с едва заметным негодованием если бы погибшие носили маски трагедии можно было бы избежать ведь так петр девушка обратилась к серьезному мужчине в наморднике совершенно верно ответил мужчина эти антимасочники опасны они угрожают себе и окружающим страшно подумать но николай мог бы умереть в подъезде или в лифте и напасть на соседей мужчина беспокойно глянул на жену и дочь с этим нужно что-то делать так дальше не может продолжаться на выборах государственную думу я буду голосовать за партию живая россия которая наконец проведет закон о превентивной нейтрализации спасибо петр прервала сознательного гражданина девушка а что вы думаете феврония она поднесла микрофон к лицу стоявший рядом суховатой женщины средних лет заплетенными в толстую косу сидеющими волосами коса спускалась на прикрытые цветастым платком костлявое плечо февронии и заканчивалась на уровне узкой как и бедра талии петя все правильно сказал с антимасочниками надо что-то делать если позволить им разгуливать без масок россия вымрет выпиющая безответственность мы боимся дочь одну школу отпускать женщина приобняла за узкие плечи девочку такую же тощую как и она сама у нас подъезде еще пять семей таких как эти свинковы ходят без масок надевают только когда полиция рядом ничего вот примут закон о превентивной нейтрализации посмотрим как эти антимасочники запоют добавил глава семейства ивановых спасибо петр снова оборвала его девушка корреспондент и лицо ее заняло весь экран телевизора а с вами была я марина булкина из города мурома она улыбнулась из-за хрома намордника и передала эстафету фирменным телевизионно-панибратским константин марина на экране снова появился диктор из московской студии в этот момент иван нажал кнопку на пульте и выключил звук закипел чайник иван вытряхнул в глубокую фаянсовую миску бич пакет вместе с брикетом сушеных макарон в миску выпали два полиэтиленовых пакетика с маслом и приправой иван вскрыл первый пакетик выдавил в миску масляную капельку неизвестного происхождения затем второй источавший приторный запах каких-то восточных пряностей с несколькими ярко зелеными сушеными листочками похожими на обычную траву какая произрастает на любой обочине тщательно опорожнив пакетики иван выкинул их в мусорное ведро вместе с главным в котором содержался его обед пакетом ярким с изображением аппетитной куриной ножки с хрустящей корочкой осыпанный колечками свежего лука веточками укропа петрушки и еще какой-то незнакомой ивану зелени от одного взгляда на бич пакет рот ивана непроизвольно наполнялся слюной которую приходилось часто сглатывать а в животе начиналось сосущее урчание поэтому иван старался не смотреть на упаковку вскрыл высыпал выкинул подойдя к окну кухни иван сдвинул в сторону давно нестиранную занавеску открыл окно снаружи у ивана был сезонный холодильник закрепленная на откосе стеной панели дюпель шурупами пятилитровая баклажка из-под воды с прорезанной сбоку дыркой в виде перевернутой подковой или буквы у чтобы птицы не пробрались внутрь отогнув одной рукой кусок пластика другой залез внутрь баклажки и достал оттуда вскрытую пачку продукта масло содержащего как гласила надпись на упаковке вернувшись к столу развернул продукты отрезал в тарелку тоненький кусочек вернул продукт в холодильник за окном настоящий холодильник иван уже четыре года как отключал с октября по апрель поначалу в целях экономии электричества а потом и вовсе за ненадобностью сняв с плиты чайник иван залил содержимое миски крутым кипятком накрыл миску крышкой от кастрюли затем долил стоявший на заварник со вчерашней заваркой вернул чайник на плиту поставил на незажженную комфорку зажженную оставил гореть газ не по счетчику можно погреться батареи этой зимой были еле теплыми диктор на экране телевизора продолжал читать суфлера новости картинка периодически сменялась телезрителям дозировано показывали мотивирующие сюжеты предостерегающие возмущающие обнадеживающие рекламирующие новый фильм михалчука иван открыл ноутбук запустил тор браузер зашел в почту сообщение от продавца поступило полчаса назад адрес время в конце приписка запомни и удали иван запомнил удалил очистил корзину и минут двадцать внимательно изучал карту района и место встречи на яндекс картах прикинул несколько вариантов маршрута туда и обратно посмотрел панорамы и фото старые еще снятые до пандемии закрыл тор открыл яндекс прокрутил новостную ленту ничего нового там зомби кого-то сожрали здесь зомби кого-то сожрали рост числа самоубийств брехня от провокаторов надои растут картошка колосится президент посетил музей гулага на проклятые зомби диссиденты не хотят носить намордники зашел в контакт сообщений нет иван использовал контакт исключительно для работы избегая что-либо писать там про намордники или про зомби помню о том кому принадлежит эта соцсеть незачем привлекать к себе внимание провокаторов и осведомителей товарища майора для общения есть форуме в доме не они он на который его обычно заходил вечером на часок-другой через тор приподняв крышку иван заглянул миску похожие на белесых червей длинные витые макаронины разбухли напитавшись водой приобретя желтоватый оттенок в том месте где растаял продукт масло содержащий именуемый когда-то просто маргарином перемешав вилкой исходившую паром лапшу иван размочил в тарелке завалявшийся в хлебнице ржаной сухарь и принялся за обед он жевал медленно стараясь не прислушиваться к постылив шему за годы пандемии вкусу он ел эту дрянь каждый день минимум два раза картошка рис перловка макароны настоящие макароны они дерьмо из бич пакетов были на столе его на нечастым лакомством раз в месяц он покупал за наличку у знакомого фермера кусок сала с которым варил дважды в неделю жидкие супцы к приему пищи иван подходил сугубо утилитарно наполнил желудок жить можно всяко лучше чем не жить хотя став зомби если повезет можно набить брюхо высококалорийным парным мясом и если удачно затихариться и через какое-то время повторить успех то есть вероятность что в голове прояснится и тогда при умелом использовании грима и контактных линз можно сойти за живого покончив с обедом иван выпил кружку мутноватого чая повторил отжав ложкой заварку в заварнике вытряхнул в мусорное ведро нефиля как называл уже однажды заваренный чай сосед юрий алексеевич многократно судимый но при этом с виду на удивление интеллигентный старик с которым иван больше года гонял чаи после того как лиду ушла закрыл ноутбук выключил телевизор и пошел в спальню одеваться надел ставшие популярными на вторую зиму пандемии ватные армейские штаны которые зомби так сходу и не прокусит свитер с высоким горлом на голову шапку ушанку сунул в карман штанов сложенную два раза вдвое и перетянутую канцелярской резинкой тонкую стопку из двадцати двухтысячных купюр которую достал из заначки в шкафу в прихожке надел дубленку из толстой кожи обулся в теплые финские валенки и подхватил с тумбочки зимней мотоциклетной перчатки защиты из прочного пластика сунул в один карман отвертку в другой пассатижи подхватил стоявшую в углу у двери монтировку вышел в подъезде было тихо лифт вторую неделю не работал иван немного постоял прислушиваясь никаких подозрительных звуков никто не скулит не шаркает быстро спустился с четвертого этажа на 1 замер на минуту у подъездной двери снаружи тоже тихо вряд ли мертвец стал бы поджидать кого-то у подъезда во-первых мороз на морозе зомби становятся крайне медлительными а если долго не удается перекусить то и вовсе коченеют а во-вторых улицы патрулируют роз зомбонадзор одиноко стоящий у подъезда человек для зомба полицаев потенциальный клиент за которого на весь состав патруля капает премия ивану приходилось слышать истории о застреленных патрульными живых гражданах которых предприимчивые полицаи оформляли как зомбаков иван нажал кнопку на двери прервав питание магнитного замка резко открыл стальную створку и быстро рванул на улицу отбежав отхода в подъезд метра на три и развернувшись готовый приложить монтировкой по черепу любого кто бы не прятался в слепой зоне за дверью но за дверью никто не прятался иван выдохнул перед лицом образовалась облачко пара и пошел по дороге вдоль дома держа в руке монтировку по расчищенной дороге ночью здесь прошел грейдер иван прошагал свой соседний двор когда между домов послышалось знакомое взрёвывание мотора пазик этот натужный звук бронированного автобуса иван не спутал бы ни с каким другим рос зомбонадзор выматерившись иван быстро достал из набедренного кармана штанов на мордник накинул на лицо защелкнув на затылке под шапкой застежку фастекс после чего сунул монтировку в руках дубленки зомба полицаи обычно закрывают глаза на такое нарушение как отсутствие намордника штраф невелик с оформлением возиться надо а тем временем кто-нибудь другой подстрелит очередного мертвяка и загребет премию но 40 тысячами наличными в кармане ивану не хотелось испытывать судьбу потому и монтировку тоже спрятал хотя в ношении монтировки криминала нет вовсе мало ли в гараж человек идет колесо монтировать едва иван привел внешний вид в надлежащий сознательному гражданину порядок и сделав пару шагов в прежнем направлении из проезда между домов показался светло-серый с черной полосой вдоль борта пас точно посередине кузова по черной полосе белыми буквами было написано рос зомбонадзор все окна автобуса были забраны сварными решетками из арматуры и все кроме лобового за которым иван рассмотрел водителя и сидевшего в тени чуть позади и справа полицейского по-видимому старшего патруля до черна затонированы сразу заметив ивана старший подавшись вперед на капот что-то сказал водителю водитель кивнул объехав заваленный сугробом полисад автобус повернул влево в сторону ивана и иван почувствовал как из-за спин водителей старшего патрульного из темного нутропазика на него стремили внимательный взор и еще несколько пар глаз живой пренебрежительно снисходительно поинтересовался зомба полицай с погонами старшего лейтенанта через открывшуюся точно напротив ивана дверь когда пазик скрипнув тормозами остановился старлей был плечист мордат и смотрел на ивана уверенно нагло в руках у него был короткий автомат с потертом деревянным цевьем желтым пластиковым магазином и откинутым назад прикладом хорошо знакомые ванну еще со службы в армии огрызок а к с 74 у ствол автомата был направлен в землю перед ногами ивана но поднять его вверх и нажать на спуск дело секунды справа от старлей и стены салона автобуса на его насмотрел еще один полицейский комплекции поменьше рук не видно но наверняка при оружии страхует живой столь же пренебрежительно ответил иван глядя на зомба полиция иван не хотел нарываться но и лебезить не собирался ивану не нравился этот старлей не нравился типаж наглый надменный мелконачальственный как раз к такому ушла лида точно живой гоготнул старлей иван не стал отвечать смирив полицейского взглядом глеб ну-ка посвяти на гражданина не отворачиваясь от ивана приказал старлей кому-то из подчиненных послышалось возня шуршание фирменного синтетика шаги и вскоре рядом со старлеем в дверном проеме пазика появился коренастый сержант с незнакомым ивану прибором похожим на радар гибдд два шага вперед приказал старлей иван остался на месте но качнул стволом автомата зомба полицай иван сделал два шага встав перед входом в автобус смотри на меня сказал сержант с прибором и щелкнул тумблером по глазам ивана ударил луч ярко-голубоватого света иван поморщился полицейский пощелкал тумблерами цвет луча сменил как показалось ивану все оттенки радуги после чего погас лет нормальный заключил сержант опуская прибор куда путь держишь гражданин поинтересовался старлей на прогулку из дома вышел работаю на удаленке вот решил пройтись паспорт показать стараясь не шевелить левой рукой чтобы не выронить из рукава монтировку правый иван полез в нагрудный карман дубленки да не надо великодушно махнул рукой старлей аккуратнее только гуляй а то тут у нас районе всякие гуляют мы с утра уже упокоили одного антимасочника новоприставившегося он гоготнул выговорив поповская словечко по-видимому казавшиеся ему забавным иван опустил руку и поинтересовался и как сожрал кого новоприставленный не успел жена его в туалете закрыла на балкон выскочила и давай голосить а тут как раз мы только на смену выехали понятно протянул иван а этот фонарь зачем он кивнул на устройство в руках у стоявшего рядом со старлеем сержанта это чтобы отожравшихся и поумневших зомбаков выявлять новая разработка сколково надо же и как работает работает помрачнел зомба полицай ладно гуляй гражданин коля повернулся он к водителю давай поехали до места встречи иван добрался без приключений уже через час он был на территории оптимизированного еще до пандемии завода у проходной которого стоял изуродованный и разрисованный под зомби ленин какие-то дегенераты прошлись по статуе вождя мирового пролетариата сначала кувалдой а потом красные желтой краской из баллончиков получилось не очень иван испытал чувство неловкого стыда за художников и вспомнил украину подчистую сожранную восставшими мертвецами в самом начале пандемии с украины его мысли переключились на оставшийся у него небольшой кусок салах который хорошо бы засолить с перцем устроить себе маленький праздник да иван так и поступит когда вернется домой достанет сало из холодильника порежет ножом до самой шкурки два раза вдоль и два поперек как поле для игры в крестики нолики нарежет кусочками пару зубчиков чеснока начинит ими сало смешает соль с остатками черного перца и основательно просолит затем пару деньков продержит на кухне в кастрюле под крышкой а потом еще дня четыре за окном в холодильнике так мечтая иван шел по территории завода к условленному месту встречи с продавцом зданию котельный ориентируясь на заметную издали одинокую покосившуюся кирпичную трубу шел осторожно не по широкому проезду от проходной где его было бы хорошо видно отовсюду а в обход прямо посреди безлюдной улицы перебравшись через бетонный забор за которым в паре метрах вверх устремлялась кирпичная глухая стена одного из производственных корпусов место было опасное по сути ловушка как желобок на тараканях бегах двигаться можно только вперед или назад если бы в этом узком проходе оказались отожратые мертвяки да хотя бы один сообразительные шустрый мертвяк туго бы пришлось ивану но у ивана собой имелась монтировка который он сразу как только перебрался через забор и снял с лица унизительный намордник взял поудобнее чтобы случись встретить зомбака сразу того по черепу с монтировкой шансы отбиться были вполне реальные одному мертвяку он этой самой монтировкой черепушку уже проломил было дело но чего бы ушлому непокойнику делать зимой в мороз в таком бесперспективном для охоты месте вот иван и приметил этот проход когда знакомился на яндекс картах со сделанными явно любителям всяких заброшек фотографиями интересно уцелел тот фотограф или оказался в числе миллиардов покусанных и обратившихся в самом начале пандемии а может умер своей смертью от болезни и потом обратился отожрался поумнел вспомнил прежние свое увлечение взял фотоаппарат и отправился снимать заброшки отгоняя страх дурацкими мыслями иван прошел вдоль забора до конца корпуса свернул в узкий захламленный проезд прошел мимо каких-то гаражей мимо каких-то зданий с выбитыми окнами кругом обошел еще один большой корпус из выщербленного красного кирпича повсюду на территории завода росли кусты и молодые деревья несколько деревьев росли прямо на крышах и законных проемов в углах и закутках из-под подтаявшего и взявшего коркой снега торчала сухая прошлогодняя трава с воздушными шапками совсем свежего ослепительно белого снежка на кустистых верхушках стеблей за корпусом белела просторная прямоугольная площадка посреди которой выселась одинокая тонкая березка а по краям из-под сугробов выглядывали кучи какого-то хлама за площадкой прямо напротив разъявившихся широких ворот некогда производственного корпуса стояла здание котельной к площадке котельная была повернута глухой стеной вход был в торце здания слева а справа и земли росла покосившаяся красная труба основание которой густо обросло кустарником иван посмотрел на часы часы показывали что он пришел к месту встречи на 17 минут раньше условленного времени иван не думал о том что продавец его кинет на продавца он вышел через надежного человека которого знал много лет были опасения нарваться на полицаев или на гопоту по пути сюда или на обратном сюда иван добрался он цел не покусанный при деньгах а вот обратно тут как говорится без гарантий если примут полицаи со стволом ничего хорошего его тогда не ждет денег откупиться нет тюрьма а если гопники стрелять живых гопников иван не размазня в армии служил в уличных драках по молодости тоже доводилось принимать посильное участие но он не супер спецназовец не боксер и не каратист не отчаянный стрелок владеющий всеми известными видами оружия которому только дай пусть повод и он начнет укладывать врагов штабелями иван не убивал живых людей да и мертвых упокоил не так чтобы много всего 18 он не сможет достать ствол направить на гопников и суровым баритоном героя боевичка попросить тех убраться с его пути они то он их тут всех в зомбаки произведет оружие вану было нужно не для перестрелок с полицаями и бандитами которые какие-никакие все же живые люди а для защиты от мертвецов иван больше не хотел быть сознательным гражданином что самоизолировался в своем домашнем мирке и полагается на помощь извне он собственно им и не был давно не был хотя внешне и выглядел таковым он не верил пропаганде не верил государству не верил спасителям полицаем а месяц назад он узнал правду никакой пандемии не было и нет была спланирована и контролируемая зачистка планеты от лишних ртов 6 миллиардов людей сожрали друг друга чтобы остались два из которых полтора стали обслугой и кормом для примерно 500 тысяч давно мертвых и отожравшихся до состояния не просто нормальных живых но и более того бессмертных об этом у ван и знал посредством интернета точнее даркнета когда получил доступ к домашнему компьютеру высокопоставленного чиновника федеральной службы безопасности иван видел доказательства видел фотографии видеозаписи людоедских пиршеств во дворцах рублевки и каменного острова видел списки членов клуба в россии их тысячи отожравшихся помолодевших превосходящих физической силой и умом простых смертных они члены правительства советов директоров крупных компаний хозяева жизни фактически уже были не людьми они даже не новая раса они новый вид и они повсюду по всей земле откуда пришло бессмертие иван не знал все мировые сми хором утверждали что причина мутация какого-то вируса из африки в даркнете писали что вирус после жизни разработка военных но убедительных доказательств никто пока не предоставил да она и неважно военные оживили мертвецов или инопланетяне хотя если инопланетяне то дело совсем дрянь но то что сильные мира сего в начале пандемии уже были измененными иван знал точно в компьютере фсбшника нашлись непровержимые свидетельства того что президент и министры за два года до пандемии уже были измененными а это значит что они умерли и в течение примерно недели отъедались на человечине пока в головах у них не прояснилось а в телах не начались внутренние изменения внешне почти незаметные но большая часть этих нелюдей прошла через необходимые метаморфозы когда началось прошла под контролем своих пособников своих слуг лакеев халуев пандемия предоставила им благоприятную среду кормовую базу никто тогда не вел расследований сожрал тебя сосед или депутат поначалу про отожранцев не знали но неведение продолжалось недолго удалось непокойному продержаться недельку не словив головой пулю и регулярно при этом питаться этот начинал потихоньку приходить в себя вспоминать прошлую жизнь причем вплоть до мельчайших деталей и момента рождения а потом и понимать начинал что без плоти и крови живых полноценно существовать не сможет развалится усохнет снова отупеет и тогда упырь начинал действовать продуманно и коварно выдавал себя за живого заманивая живых в ловушке правда требовалась небольшая корректировка внешности глаза у них менялись не как у зомби в кино нет становились зверинами и кожа была слишком молода и румяна приходилось использовать тональные крема и подобную косметику а на глаза надевать темные очки или контактные линзы ивану приходилось слышать истории про одиноких женщин увлекавших наивных простофиль красотой и обещаниями а потом убивавших и питавшихся их трупами красотки быстро смекали что если жертве отрубить голову то тело не восстанет его можно будет жрать пока мясо не начнет портиться и вот когда таких отожранцев стало много правительство стран где власть устояла и окрепла как стало известно ивану только недавно где у власти уже были упыри взялись за отожранцев основательно в живых районах начались облавы спецподразделения военных и полицаев состав которых входили медики проверяли каждый дом каждую квартиру всех живых из-за таковых себя выдававших и истребляли выявленных отожранцев в россии этим занималась новосозданное ведомство росзомбонадзор уже к началу второго года пандемии в россии отожранцы стали редкостью выработанный зомба полицаями комплекс мер не давал возможности мертвяку поумнеть результаты одни из лучших в мире и она неплохо за это ребятам из росзомбонадзора честь и хвала вот только вся их структура работала на таких же упыри отожранцев охраняя их монополию на право жить вечно и питаться сознательными гражданами которым так на всякий случай запретили иметь огнестрельное оружие в первый год пандемии уцелевшие гражданское население вооружилась до зубов многое оружие было на руках автоматы пистолеты ружья в основном армейские и охотничьи образцы у каждого выжившего что-то да было но когда обстановка стабилизировалась в сми началась яростная кампания против владения оружием каждый день в новостях шли сюжеты про бытовые убийства на почве ссоры или ревности про стрельбу в школах про убийство по неосторожности и в каждой второй такой новости среди жертв были дети а потом родители о счастье народном из государственной думы породили новый закон о полном запрещении для гражданского населения любого огнестрельного оружия включая охотничьи а срок за его хранение теперь незаконны несмотря на любые ранее выданные разрешения увеличили до 8 лет президент закон тут же подписал и по стране прошла волна разоружения а в довершении этого процесса демилитаризованным гражданам сначала рекомендовали а потом и обязали появляться в общественных местах в специальных защитных масках сделанных по типу обыкновенных собачьих намордников чтобы внезапно умерший гражданин никого не покусал иван тогда сдал свой ак-74 и обрез ижа и вив гражданскую сознательность а через два месяца от закона послушного ивана ушла жена ушла к вооруженному и надежному как скала лейтенанту роззомбонадзора зря ты ваня автомат отдал говорил ему потом юрий алексеевич прихлёбывая из эмалированной кружки чефирь баб твоя потому и ушла к менту что баба она страшно ей бабе защита нужна в лихое время у меня вот волына на всякий пожарный имеется это я так пока большого шухера нет с молотком хожу а шухер он будет ваня обязательно будет эти в кривле которые просто за жопы свои боятся потому и разоружили людей юрий алексеевич пропал без вести спустя полгода после того разговора просто исчез площадку перед производственным корпусом иван обошел справа за засыпанными сугробами мусорными кучами на ровном белом ковре не было видно ничьих следов крупнее редких птичьих лапок незачем его топтать решил иван подойдя котельный ван заметила огибавшую трубу цепочку следов кто-то недавно ходил вокруг котельной по часовой стрелке следы были от обуви примерно 42 или 43 размера иван сравнил их со своими следами у него размер был 44 глубина следов была примерно такая же как и у него иван прошел вдоль глухой стены слева в метре от стены тянулся сплошной вал из снега начиненный всевозможным хламом из-под снега торчали углы железобетонных блоков какие-то ржавые короба гигантские прогнившие деревянные катушки для кабелей обгоревшие покрышки позади завалом точно против черного на фоне снега проема ворот производственного корпуса выглядывала стройная как молодая девушка березка дойдя до угла здания иван остановился прислушался где-то неподалеку хрустнул снег и мелодичный женский голос произнес эй выходи я тебя слышала иван секунду помедлил потом быстро спрятал монтировку в рукав руку сквозь свитер обдало жгучим холодом и шагнул из-за угла на небольшой площадке перед входом в котельную стояла девушка в бежевом пуховике синих джинсах и меховых сапожках из-под накинутого на голову капюшона с меховой опушкой на ивана смотрела румяное от мороза миловидное лицо с большими глазами на лоб спадал локон русых волос из красивого рта с розоватыми пухлыми губами шел пар в левой руке девушка держала небольшой рюкзачок правая была свободна девушка зябко пошевелила тонкими белыми пальцами из правого кармана пуховика выглядывал край вязаной варежки такой же какая была надета на левую руку в которой был рюкзачок она похожа перед тем что-то делала свободной рукой скорее всего набирала сообщение на телефоне или планшете которые у нее или в кармане или в рюкзаке привет сказал иван подойдя по хрусткам у снегу к девушке на расстоянии метров пяти и остановившись он повел головой по сторонам вокруг был однообразный пейзаж давно заброшенного предприятия частично разрушенные здания из красного кирпича заснеженные деревья куча мусора кусты и засохшие боделья борщевика на зонтиках которых лежали поблескивающий подзимным солнцем белые шапки рядом с котельной какие-то проджавленные додыр железные бочки тянущиеся от котельной трубы в ошметках стекловаты вход в котельную осевшие деревянные ворота обитые жестью листы которые местами завернулись обнажив трухлявые доски в правой створке ворота открытая покосившаяся дверь на одной петле за дверью темно перед входом было натоптано причем иван заметил только два типа следов уже знакомые явно мужские оставивший их человек весил килограммов под 80 как и иван и следы самой девушки сильно поменьше первых нормальные герои всегда идут в обход девушка улыбнулась улыбнулся в ответ иван чтобы никто не догадался он перестал улыбаться и выразительно посмотрел на следы мы не одни нет продолжая улыбаться ответила девушка иван подметил что она была не просто миловидно а красиво очень красиво такие обычно в кино снимаются из-за олигархов замуж выходят это страховка ваня сказал сзади знакомый ивану голос иван обернулся в проеме двери котельной стоял артем его давний знакомый до пандемии они вместе работали в одной айти компании причем пару раз проворачивали левые дела за которые вполне могли бы не только лишиться работы но и присесть как сказал бы юрий алексеевич на пару-трольку лет если бы дела эти вскрылись потому-то иван и обратился к артему когда решил обзавестись оружием связался с артемом он по всем правилам конспирации изложил суть дела артем взял пару дней на то чтобы навести мосты и вскоре свел его с надежным как он представил ивану анонимного продавца человеком пмм с универсальной кобурой набором для чистки 4 магазина и две сотни патронов таков был результат переговоров с надежным человеком пять лет назад в самом начале пандемии из-за макара даже модернизированного иван дал бы разве что пару банок тушенки а теперь пистолет стоил ему большей части накопленных за годы стабильности сбережений но это все же лучше монтировки к тому же пистолет компактный мощный и его в отличие от более серьезного оружия можно носить скрытно отправляясь в тот день на встречу с анонимным продавцом иван не ожидал встречи со старым приятелем артем произнес удивленный ван ну ты конспиратор не без того сощурился от яркого света мужчина шагнув из двери к ивану и протягивая руку для пожатия ну здорово артем не успел закончить фразу потому что шагнувший ему навстречу иван молниеносным движением выхватил из рукава монтировку и с размаху ударил его в висок раздался неожиданно звонкий треск проламываемой кости и уже знакомое ивану чавканье тело развернуло от страшного удара иван вложил в удар все силы и завалилась сугроб справа от входа в котельную в этот момент сзади раздался истошный глухой вопль и на спину ивану набросилась сообщница артема тварь утробно прорычала миловидная девушка ты сдохнешь сдохнешь я не дам тебе восстать от ее броска иван потерял равновесие и упал на колени монтировка стала бесполезно не размахнешься толком и не ударишь разве что себя самого по голове иван отбросил ее в сторону и стал заваливаться на левый бок чтобы прижать нападавшую к земле но то сразу поняла маневр ивана и в последний момент подалась вправо обвела его поясницу правой ногой руками рванула ворот дубленки чтобы добраться зубами до шеи до вздувшийся от напряжения еремной вены иван зубами стянул с правой руки перчатку и ухватил ладонью бедро девушки чем как ему показалось на мгновение привел последнюю замешательство затем потянул ее ногу вверх освобождая доступ к правому карману дубленки быстро сунул руку в карман пальцы нашли рукоять отвертки ладонь сжала инструмент рывок короткий взмах руки чавкающий хруст за плечом не под девичьи сильные руки обмякли ненормально горячая частая влажное дыхание пахнущая бойней затихла иван высвободился из объятий упыря а это был именно упырь медленно встал на ноги ноги ивана дрожали руки тоже начинала потряхивать посмотрел на тело девушки прорезиненная рукоять отвертки торчало из правой глазницы левый глаз на котором теперь отчетливо была видна контактная линза застыл как у куклы иван медленно всем корпусом повернулся к телу артема тот как упал так и лежал из головы его на снег натекло розовым твари иван сплюнул на снег густой тягучей слюной он сразу заподозрил неладное как только увидел девушку и понял что шел не по ее следам а уж когда присмотрелся к ней выглядела там максимум лет на 25 но ее глаза ее взгляд солнце светило девушки в спину из пяти метров иван не мог точно определить были ли у нее на глазах контактные линзы но вот взгляд взгляд был ей не по возрасту так могла смотреть только умудренная жизненным опытом женщина лет пятидесяти а когда артем или вернее тот кто был когда-то артемом шагнул из полумрака котельные вану навстречу и яркий солнечный луч осветил его глаза иван ясно увидел и линзы и холодные звериные зрачки за ними тот кто был когда-то его приятелем видимо понял что при ярком свете иван может заметить маскарад и стал щуриться но было поздно иван уже заметил иван впервые встретился с отожранцами раньше он таких видел только на экране монитора и то что ему в одиночку удалось одолеть двоих иначе как чудом ивана не мыслил эти твари хитрые коварны но похоже память его бывшего приятеля сыграла с ним злую шутку он ведь помнил ивана какого офисного тюфяка от которого в лихую годину даже жена ушла а теперь иван был другим теперь иван был несознательным гражданином в наморднике и другим его дело вовсе не наличие или отсутствие оружия в руках решившего изменить свою жизнь человека и монтировка и отвертка и даже пассатижи которые он еще не применил но которые при необходимости несомненно мог бы применить теперь становились таким же оружием как и пистолет или автомат и пусть он не герой боевика и вряд ли когда перейдет черту и убьет живого человека но уж этих тварей он убивал и будет убивать не питая больших надежд вряд ли эти упыри принесли с собой пистолет и 200 патронов иван обыскал тела отожранцев у артема он нашел три телефона аккумуляторы к ним армейский штык нож в ножнах и около 100 тысяч рублей наличными забрал нож деньги и аккумуляторы у бабы был складной нож кастет телефон две с половиной тысячи налички и паспорт из которого иван узнал что звали гражданку лидия иван усмехнулся и лет ей было сорок восемь рассовав по карманам складенька стеты деньги иван прошел к лежавшему на снегу рюкзачку который отожранка лида бросила напрыгивая на ивана открыл в рюкзачке лежала частично обглоданное тело младенца девочки месяцев семи или восьми точнее не скажешь голова ребенка была отделена от тела иван похоронил девочку под березкой посреди заснеженной площадки разгреб снег руками монтировкой раздолбил старый асфальт и мерзлую землю уложил рюкзачок в неглубокую ямку засыпал землей и принесенными из производственного корпуса обломками кирпичей домой иван вернулся уже затемно заварил сразу три бич пакета засолил с перцем все имевшееся у него сало и открыл ноутбук он твердо решил основательно вооружаться добро пожаловать в реальность если вам понравилось наше путешествие в миры вариантов будущего то обязательно поставьте лайк напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях но чтобы отправиться дальше просто выберите одну из иконок на экране и как всегда до встречи в следующих мирах а Продолжение следует...